Так, ребят, ну это опять я. Вот, короче, надеюсь, что вы уже выбрали себе цель, сделали на неё практику, попросили поддержку усущего, всего, и составили план дня на следующий день. Вот, я тоже его составила, вот у меня тут несколько задач, несколько действий таких важных достаточно. Вот, я всё это записала в свою тетрадочку. И я всё это на самом деле записываю в заметки у себя на телефоне. Вот, и в конце дня я всё это удаляю. Вот, вам ещё также надо было записать те дела, которые у вас сейчас не завершённые, тоже их вписать отдельно в заметки или в тетрадочку, просто то, что у вас висит. Вот, вам нужно это выписать, чтобы оно как бы вас не оттягивало силы. Вот, и выписать ещё долги. То, что вам должны, то, что вы должны. Вот, и вычеркнуть то, что вам точно не отдадут. И самому определиться, когда вы будете отдавать свои долги. Это энергетически очень важно, просто почистить своё пространство. Вот, также я вам очень-очень рекомендую вечером принять ванну, сделать чистый дом и лечь в чистую постель. Чтобы вот вообще это было просто идеально, чтобы вот вы зашли вот завтра в новый день, ну, просто колоссальный. И так, и так, вот перед сном, перед сном, что мы делаем? Клубочек называется, практика. Клубочек, вот смотрите, вы легли спать, и вам нужно просто мысленно, как бы вот так вот, как будто бы по карте посмотреть, как вы перемещались в течение дня. Вот вы встали, вот вы сходили там где-то там по дому или по квартире, вот вы спустились, вот вы пошли куда-то там на общественный транспорт или сели в машину, вот вы куда-то поехали. И вот так вот видите все свои перемещения, вплоть до того, как вы вернулись вот сюда, в эту точку, в которую вы сейчас ложитесь спать. Делайте эту практику каждый день. Она очень-очень полезная. Во время этой практики вы вспоминаете свой день, вы вспоминаете, что в нём случилось, что вы видели, что он вам принёс, чему он вас научил этот день, с кем вы встречались, как вы реагировали, то есть это очень такая хорошая рефлексия, и плюс вы собираете весь свой след, вы как бы его вбираете обратно в себя, вот, что тоже очень хорошо. Вот, и пока вот вы делаете этот клубочек, у вас, конечно же, что-то было за день, что-то не очень приятное, что-то прям приятное, захотелось встать. Вот, и смотрите, вот когда что-то очень приятное или неприятное, в общем, если было что-то такое изумительное, вдохновляющее, безусловно, скажите себе слово, принимаю, принимаю это как дар, и если у вас что-то поднялось внутри, в ответ на это приятие, вы говорите «благодарю». И смотря, откуда там, откуда это вдохновение, потому что вот я сейчас стою, вот, посмотрите, у меня какая тут красота, сегодня я аж плакала от этой красоты. И, конечно, моя благодарность идет к всем, к целому, к всему сущему, к тому, кто мне это подарил, к моим родителям, к моему роду. То есть вот это вот все у меня поднимается, и я говорю внутри себя, я дарю свою признательность, я дарю свой восторг, я дарю свое восхищение Богу, который создал этот мир, моим родителям, которые меня родили, моему роду, которые все люди, там, миллионы, которые дали жизнь моим родителям. Вот, то есть и все это, и просто ощутите эту мощь, вы просто почувствуете, как она начинает вас переполнять. О, моя рука. Кстати, будем на квесте тоже говорить про тень. Итак, если было что-то неприятное, то есть с приятным мы еще как-то умеем, да, справляться, вот, на квесте тоже будем очень много говорить про целостное мышление, что нет на самом деле в жизни такого, что вот это вот тебе неприятно, это тебе приятно, да, то есть все закономерно. Вот, это очень трудно изначально понять, но я вам до вас попробую это донести. Вот, и просто скажите спасибо за то, что не получилось что-то. За это тоже надо поблагодарить. То есть примите то, что не получилось, что-то вас расстроило, и отпустите, скажите, принимаю, отпускаю, принимаю, отпускаю. Какие-то неприятные эмоции, пусть оно туда все уходит, за пределы вашего пространства, оно все само как-то туда отправляется. Вам нужно только сказать слово, принимаю, отпускаю. Принимаю, отпускаю. То есть вы осознали факт того, что что-то произошло, вы его не отталкиваете, вы его никак не подавляете, свои эмоции по этому поводу. Если вы гневаетесь, если вам это неприятно, вам это неприятно, вы говорите, да, я принимаю. Это все так. То есть мы жизнь припринимаем так, как есть. Это очень важно принять. И на данный момент у вас не возникло чувство благодарности, вы это отпускаете. Но внутри себя скажите спасибо. Может быть сейчас я чего-то не догнал, что-то не понял, но потом оно как-то откроется. Жизнь, она вот такая. Понимаете, у нас одноневный марафон, но вы увидите результаты этого марафона еще в течение долгого времени. Они будут для вас открываться. Так же, как и любое событие в жизни. Я сейчас опять ухожу не туда. Итак, вот, все это сделали, сделали практику клубочек, сделали практику благодарности. А теперь включайте мою медитацию, и она вас просто так классно усыпит, что завтра вы проснетесь в супер настроении, ученые, экспериментаторы, и проведете удивительный день. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!